Рост административных правонарушений в увеселительных заведениях обсудили на совещании в городском Экимате в преддверии Дня независимости. Кафе и рестораны в Североказахстанской области работают без ограничений по времени, напомнил начальник следственного отдела прокуратуры Петроваловска Азамаджосупов. Он рассказал, что в большинстве случаев любители отдохнуть в заведениях совершают преступление в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники прокуратуры провели анализ совершения нарушений законодательства по реализации спиртного в заведениях областного центра. За 2023 год к административной ответственности привлечено 28 лиц. Всего на территории города имеются 699 объектов, имеют лицензии на реализацию алкогольной продукции. По результатам мониторинга установлены факты совершения правонарушений лицами, ранее которыми было лишены лицензии и вновь его получило. Они работают для того, чтобы просто заработать. Пандемия очень сильно в них ударила. У них нет финансов, средств. Не то, что охрану нет, у них нет средств даже отремонтироваться. Поэтому они там работают спустя рокова и допускают такие критические ситуации. Речь идет о драках, которые происходят как в увеселительных заведениях города, так и рядом с ними. По данным прокуроров, свыше 20 кафе Петропавловска работают без камеры видеонаблюдения. Участники совещания договорились об еще одной встрече. На ней будут присутствовать владельцы заведений, где в ночное время чаще всего происходят правонарушения. Прокуроры города считают, что только благодаря совместным усилиям можно обеспечить снижение преступности, улучшить правопорядок в городе, чтобы наши граждане ощущали себя в безопасности. Со своей стороны органы прокуратуры готовы к конструктивному взаимодействию и диалогу.